В синем углу клетки, ему 24 года, рост 178 сантиметров, вес 77,3 килограмма, его стиль боевое самбо, профессиональный рекорд, три победы, представляющий бойцовский клуб, лидер из Барнаула, Алтайский край, Денис Канако. Я ошибся, все-таки не рукопашный бой, а боевое самбо. Его соперник в красном углу, ему 19 лет, рост 178 сантиметров, при весе 77 килограммов ровно, его стиль грэплинг, его профессиональный рекорд, одна победа, представляющий клуб Ахмат из Чеченской Республики, Аслахан Дадагов. Инструктаж от рефери Вячеслава Киселева. Бойцы, в середину! Итак, правила помню и не нарушаем. Работаем два раунда по пять минут, возможен третий дополнительный раунд. Внимательно напоминаю, что в затылок, позвоночный столб не бьем, головой не бьем, локт не бьем, только в корпус, колени, ноги в партере, только в корпус. Внимательно слушаем мои команды, делимся активно на протяжении всего боя. Руки пожали. По местам! Ты знаешь, Дэвид, вот мне кажется, что в этом бою будет решающее значение иметь, у кого лучше поставлена ударная техника. Потому как оба спортсмена с борьбой хорошо знакомы. Денис представитель боевого самбо, мы слышали. А Аслахан представитель грэплинга. То есть борьбой они друг друга вряд ли удивят. А вот у кого лучше поставлена ударная техника, то, наверное, тот будет иметь преимущество. Ну, давайте посмотрим. Первый раунд. Первый, первый. Георгий Синьфут. Прорывается сейчас вперед. Аслахан Дадагов, прошу прощения, и пытается взять тейкдаун, выполнить его. Есть захват ног. Ну вот решил Дадагов бороться. Сразу же перейти в партер. Давид. Ну, это вполне естественно для представителя грэплинга. Переходить, переводить поединок в борьбу, конечно же. Обмен ударами. И вот здесь, что произошло. Удар в пах, по всей видимости. От Дадагова. И дается время на восстановление. Вот призывают Дениса работать джебом. Ай, мужчина! Ногу не кидай! Руки! Руки! Кстати, представители боевого самбо, они вполне подготовлены, как ударники. Я видел работу боевых самбистов в тренировочном процессе, видел, как они готовятся. Конечно же, определяющая у них техника, это борьба, но в то же самое время ударная техника, они вполне обучены. Но борьба тоже, вопросов, конечно, нету именно в партере, как они работают, выполнение болевых приемов удушающих. Но, а переводы в партер у самбистов, они не такие хорошие, поскольку там в том виде спорта есть куртки, здесь курток нет. И, конечно, здесь уже другая специфика, и, как мне кажется, грэплеры, которые работают без ги, постоянно соревнуются, они имеют вот в отношении преимущества над самбистами. Правая снизу через джеб! Правая снизу! Снова комбинация. Видишь, Денис навязывает именно борьбу, бой в стойке, точнее, не борьбу, а именно бой в стойке. И мы видим преобладание ударной техники. Да, и вот сейчас подловил он Дадагова, зашел за спину. И сейчас уже работает в партере позиция гарда. Ну, вот и можем в данный момент оценить навыки обоих на конвасе. Прерывает рефери поединок и сейчас возобновит его уже в стойке. Продолжается бой. Джеб от Дениса Конакова. Фронткик. И попытался тут же хэт-кик нанести Аслахан Дадагов, но не вышло. Работает с дистанцией сейчас Аслахан. Да, очень напряженная, конечно же, эта схватка. Пока такая позиционная борьба. Обоюдный обмен. Хорошо в нокаут не отправили, да. Обоюдное падение, обратите внимание. Лоу-кик от Дадагова. Тут же попытка провести спиннинг-бэк-кик. Не получилось. Джеб от Дениса Конакова. Вкладывается в каждый удар Аслахан. Пытается потрясти соперника каждым попаданием. И вот сейчас вновь подхватывает ногу. Пытается перевести на настил соперника. Это ему удается. Есть тейкдаун. Между тем остается 40 секунд до конца первого раунда. И есть все шансы у Аслахана забрать концовку этого раунда. Поработав в партере. Но надо для этого наносить удары. И занять более выгодную позицию. Да, вот затылок бить не стоит, конечно же. И рефери делает предупреждение. Устная. Отличный удар проходит у Аслахана. Но я думаю, если раунд закончится именно в такой диспозиции, которую мы сейчас с вами наблюдаем, вообще непредсказуемо. Вот сейчас спортсмены поработали, присмотрелись, пощупали, почувствовали друг друга, почувствовали площадку. И вот сейчас, возможно, они только начнут действовать. Прорывается сейчас на ближнюю дистанцию. Попытался нанести удар в корпус и зайти за ногу. До Дагов, но не вышло. Тут же удар с разворота с его стороны последовал. Денис на первых секундах так идет вперед. Работает условно первым номером. Ну и как в первом раунде, собственно, то же самое было. Ну призывают раскачивать Дениса соперника. По сути все, конечно, правильно. Другое дело, как исполнить. Пока Конаков работает в иной манере. Но, тем не менее, инициативой владеет. Хотя мы видим, что удачно контратакует Аслахан. Очень непрятный удар сейчас он нанес по корпусу. Мидлкик, да. Точно под правую руку в область печени. Руки подними! Мне кажется, что застаивается Денис. Он вроде как нависает, поддавливает. Но все это происходит без активных атакующих действий. И выглядит это, что он просто стоит перед своим оппонентом. Ну да, ударов, прямо скажем, немного с его стороны. Летит. Но при этом и не сказать, что Аслахан старается активничать. Ждет атак от Дениса и пытается поймать на ошибке. Пытается подловить соперника. За счет скорости, резкости, взрывной силы. Да, и вот даже видно, что призывает Аслахан соперника идти на него. Вот хорошая комбинация. Попал точно в голову. Сначала нанес удар в корпус. Правый прямой, левый боковой. Такая классика бокса. Да. Обозначил в корпус и нанес удар в голову боковую. Причем очень точно попал на хорошей скорости. Но это что называется, вот он достоялся, Денис, дождался. Ну и плюс низковато, руки держат. Денис, два удара. Через Дэк скорбун. Попытался сейчас справа достать Аслахан. Соперника не вышло. Ну и доносить удар не стал. Вот сейчас вновь попадает Аслахан. Отменная атака была. И сразу уходит в сторону. Надо отдышаться. Много сил потратил. Боец, представляющий клуб Ахмат. А тем временем еще полторы минуты биться. Даже больше. А в этом раунде идет в атаку Денис. Призывают поджимать, поддавливать Дениса. Но сделать это не так-то просто. Вот подхватывает ногу. Будет пытаться наверняка переводить соперника на конвас. Но посмотрите, перехватил инициативу сейчас. Аслахан. И сам оказывается в более выгодной позиции. Остается минута до конца. Можно побить. Можно попытаться провести транзишн, переход. Подхватывает сейчас шею. Ну и тут же держит ногу Конаков. Но подсечку делать не стал. Мы слышим, как подсказывают из угла Дениса, что Денис надо выиграть. Но пока не видим за счет чего Денис собирается это делать. А тем временем Аслахан удался перевод в партер. Да, перевод есть. И я думаю, что очень вовремя все это было сделано. Наверное, это тактический замысел. Просто первый такой проход он начал делать немного рано. Оставалось там еще минута 10 до конца. Он попробовал, не очень получилось. Вот со второго раза все-таки получилось. Концовка раунда остается за Аслаханом. Вне всяких сомнений. Ну что же, второй раз все-таки есть решение. Просто если бы поединок был бы ничейный, то бойцы должны были бы продолжить. Дорогие друзья, по окончанию двухраундового противостояния единогласным решением судей победу одержал в бою красного угла Аслахан Галдагал. Бойцовский клуб Ахмат.